Кроме того, что можно как в Яндекс.Карт рассчитать маршрут, возможно посмотреть, с какого пути отправляется поезд, чтобы не понимать, направо или налево идти, там синие стрелочки, расположенные на станции. Потом можно сразу быстро рассчитать время пути до какого-нибудь определенного вокзала, который не на кольце, если он говорит, как куда ехать, опять же. То же самое с автовокзалами, в которых я вообще, кстати говоря, ничего не знаю, где они находятся. Ну вот, можно сразу понять, как туда ехать и сколько времени это займет. То же самое с аэропортами, только помимо аэроэкспресса предлагают разные варианты, где я добирала туда на автобусе. Я на автобусе никогда тут до Шереметьево или до Букова не ездила, но теперь знаю, что можно сесть от юго-западной на автобус 611 и доехать до аэропорта. В принципе, на метро время займет 25 минут приблизительно, дальше в зависимости от пробок. Что еще есть? Что мне больше всего нравится, что здесь можно узнать о станции, на которой мы находимся. Сейчас не только киевская, но, возможно, они будут узнавлены на других станциях. То есть здесь и историческая справка, и справка по конструкции. И, что самое любопытное, можно еще посмотреть на схему станции и узнать, как она вообще устроена. Куда уходят такие переходы. И теперь с загадочными лестницами есть абсолютно четкая картинка, как это все происходит.